Привет! Это видео, подготовленное для ресурса java-rush.ru И, собственно, для всех других людей тоже. Сегодня мы с вами будем разговаривать об очень интересном моменте Java и очень полезном, также очень опасном, который вызывает страхи у всех, начиная от новичков, заканчивая, в принципе, стричками, так сказать. Будем сегодня с вами говорить об интерфейсе GNI. Это Java Native Interface, который позволяет нам вызывать из Java нативный код, собственно говоря, ясное название. Это может быть C, это может быть C++, либо что-либо другое системное. Но, большое но, ни в коем случае, никогда вообще забудьте об этом. Вот, посмотрите это видео, помните и забудьте. Не пользуйтесь этим. Это плохая практика. Есть исключения, когда там, да, вам там нужна настолько высокая, там, не знаю, предварительность, что прям вот, ну, не можете вы делать этого на Java. Хотя, на самом деле, скорее всего, можете, просто ленитесь. Есть, конечно, какие тузские места, там, не знаю, например, там в криптографии, потому что там бесспорно правят C, C++, там, не знаю. Но, опять же, это плохая практика, так делать не стоит, но знать об этом надо. И полезно это будет каждому разработчику. Сразу оговорюсь, что это прям advanced, точно, топик. Это рассчитанный на аудиторию, которая уже набила руку на Java. И людям, кто ниже до 20-го, 25-го, 30-го, где-то так лучше даже. Лучше в это даже не смотреть пока. Подождите, потерпите, попробуйте сами, что там да как. Сама реализация, она несложная. Всё выглядит безумие просто. Ну, пока вы, конечно, начнёте совмещать большие библиотеки, но, само по себе, инженеры Oracle, или даже, в то время, это был Sun Microsystems, сделали это настолько просто, насколько это возможно. Собственно, наверное, начали. Для начала нам потребуется наш класс Java, который будет вызывать нашу функцию на C. И поехали. То есть нам собираем Hello World. Это всегда положение будет совершенно простое. Она будет просто вызывать аналогию System Output Println из C. Hello World. Так, Java. Так, так. Создаём совершенно привычный для нас класс, шаблон, по большому счёту. Class. World. И создаём нативный метод. Вызов нативного метода. Он выглядит как метод интерфейса. Он находится в классе не абстрактном. И он не нуждается в реализации. Он просто лишь говорит виртуальной машине, что этот метод используется, вызывается из нативного кода. И чтобы виртуальная машина это понимала, мы пишем изначально ключевое слово native. Дальше System что он возвращает? Hello from C. Параметров нет. Всё. Дальше нам нужен статичный блок, статический блок, который подгружает наш файл, нашу, в данном случае, библиотеку. В принципе, всё совершенно логично. Мы в static для того, чтобы это подгружалось изначально. И опять же, просто включаем ОСКИ, думаем, мы вызываем нативный код и систем. Поэтому пишем System. И загружаем наш файл. Load Library. Library. Окей. Назовем мы его C-test. Как бы это банально не было. И это, в принципе, наверное, основная часть того, что мы должны были сделать в камере в Java. И, как обычно, main, наши стартовые точки. Hello world. Конструктор. Не Hello world. Hello from C. И... Это всё. Мы завершили реализацию нашего Java-класса. Мы её сохраняем. Надеюсь, что все прекрасно помнят, что... Как компилировать Java-классы в терминале или в консоли, там, как это называете. Вот. Это очень обязательный навык, и он вам пригодится, потому что зачастую, ну, не зачастую, но будет момент, когда вам придётся работать удалённо, на серверах, через SSH и хорошенько нужно понимать, как работают флаги Java-компилятора, как работает сам компилятор, точнее, какие... Как всё это, короче, делать. Так будет проще, не будем даваться подробностей. Ну, компилируем с помощью Java-компилятора Hello world.java. Компиляция происходит у нас успешно, и мы можем попробовать его запустить. Что же будет, если мы допустим его без реализации на C? Hello world. И вот эта ошибка о том, что он не удовлетворён ссылкой на C-тест, как видите, из первой строки. И это говорит нам о том, что, наверное, надо сделать C-тест. Но прежде всего мы должны воспользоваться вызовом вспомогательной функции ритуальной машины. Это java.h, который создаёт header-файл. выглядело вот так. java.h hello world. Что такое header-файл? Это главный файл, это главный файл, который, которых мы, в принципе, не видим в java, немножко даже, зачастую, даже об этом не думаем, что, в принципе, эта вещь довольно нужная. Разработчики более опытные, зачастую, покрывают весь, ну, не весь свой код, а основную часть своего кода с помощью интерфейса. C++, CFC, header-файл, в принципе, тот же самый интерфейс. Это обозначение функций, методов без их реализации. Собственно, можно посмотреть сразу. Sublime. hello world.h И вот он. Смотрим на первую строку, и нам говорит, не изменяйте этот файл, не трогайте. О, сделала машина, он нам не нужен. Понимать его, то есть, include GNI, это просто он в себя включает определенные методы, которые нужны для реализации в Java. Эта вещь просто спасает от коллизий, я не думать не надо. Кстати, вообще, хороший совет это в итоге-то выучите C, C++, ну, что-нибудь из этого. В принципе, выучите одно, вскоре поймете и другое. Это совершенно обычный метод. Он, в принципе, выглядит даже так же, как в Java. Ну, чтобы он был понятный. Вот так. Вот, пожалуйста, это и есть тот же самый метод. Ну, это не значит, обратно, сказано, не менять, значит, не меняем. Вы можете посмотреть и подумать, а где же параметры-то? Здесь все просто, это именование параметров оставили на наше усмотрение. Можем написать потом все, что угодно. Так, так, вот. и теперь нам нужно создать наш ctest файл. Эта функция нам потребуется, поэтому копируем ее. И мы создаем ctest ctest dotc dotc так, так. И мы сразу сходу вставляем метод, который мы скопировали. Нам нужно дать именно нашим параметрам. Ну, это как-то что-то такое постфактум, его нужно сделать. у нас environment. Если вас пугает этот астериск или называют проще звездочка у нас, это просто указатель. О том, для чего, зачем, это тоже такой топик. Вообще, это очень большая, просто огромная тема в языках что в C, что в C++ и еще в паре которых, которые в принципе относительно популярны. Но вам это особо сейчас знать не надо. Мы это использовать не будем. Но вещь бывает очень даже полезная. Собственно, одна из вещей, почему так быстро работает C с плюсами, отличает Java в некоторых моментах, опять же. Так. И теперь нам надо лишь написать нашу то, что мы хотели получить. Мы должны поприветствовать нас, себя, самих любимых из Cfunks. Это будет эквивалент System.out.println из Java. Это будет printf. Если начнете включить C, это будет одна из самых первых опять же вещей, которую вы узнаете. Hello from C. И, кажется, все. Но только нам нужно еще сюда включить библиотеку для Input Output потому что мы вписываем сюда эту штуку и в первую очередь включаем конечно без разницы в каком порядке просто вроде такого порядка есть мы включаем нашу GNI .h для того, чтобы был вызов этой функции из нашего Java класса и я на то же самое клуб только std eo .h Ну, это все. Теперь переходим к компиляции. Конечно, сейчас, в наше время, компания IntelliJ выпустила прекрасную вещь как C-Line она находится Early Access программ она совершенно бесплатна там есть определенные баги но это уже довольно удобно хоть там в принципе я думаю, что все-таки в C-E плюсах у них больше вправит Vim как бы то не звучало все равно и люди которые пользуются Vim очень недовольны по C-Line например кого я знаю в C-Line что ж меня в принципе вполне устраивает так как на пусах я пишу так больше для фана чем для чего-то другого вот и компилируем вы можете воспользоваться или GCC это один из компиляторов или CLN все зависит на ваше усмотрение посмотрите на какой системе K-система у вас Ubuntu Windows там не знаю или macOS как у меня я использую CLN своих личных предпочтений и нам нужен компилируем файл так так да CLN да за вас у нас будет выходной файл libctest точка значит смотрите если вы находите сейчас под Linux то будет sol да точка sol если находитесь под Windows то мы должны удалить lib это запрещено и dll под mac так под mac мы пишем dll это обычное расширение стандартных библиотек ничего специально нету делаем flagship ставим flagship а и нам в этом случае нам нужен путь к нашему gni файлу потому что мы его везде включали а где мы компилятор не сказали для этого нам с вами нужно будет найти gdk который используется у вас на компьютере в данный момент для этого мы смотрим так у меня находится на моем жестком диске библиотеке java java telemachine можно использовать любой sgk который у нас есть я использую восьмой пятую сборку контент home и по спецификации возможно на виндусе даже так я точно не уверен должно все это быть в папке импорт но у меня это папки include что под macOS что под ubuntu поэтому у меня это include и это собственно этот файл у нас есть небольшой лайфхак мы можем на ubuntu тоже так можно раньше нельзя было и там люди часто плакали брали плакали так нам gni не надо нам нужен только пуль к этой папочке вот и мы boot и вставляем include include так а собственно ctest который у нас файл ctest.c flucle c вот и так ошибок нету отлично вот он появился это моя библиотека липси тест на самом деле есть один нюанс я хотел бы поговорить до того пока я готовился к этому уроку я заметил что если бы не было этой ссылки на файл gnamd удалим удалим ну хорошо давай вот то то у нас была бы такая вот ошибка потому что он не нашел gnamd я честно не копался я так понимаю что этот файл он он эксклюзивный специально для каждой системы потому что я знаю что в линуксе он хранится include linux он находится на macOS как вы видите он находится в Darwin это gnamd чтобы сделать на него ссылку нам помог великий прекрасный stack overflow он нам говорит что нужно сделать линк на него simlink собственно чем мы и занимаемся мы так мы из мы подправим подправим этого суперпользователя задаем link simlink так не туда не туда нам нужен например include 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 так и в нашем случае это будет Darwin в случае linux это будет linux да как здесь говорится так и gni mdh и мы это делаем link в include и называем это gni md ok 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 сделали а так пароль пользователя так отлично и пробуем еще раз запустить и все у нас получается прекрасно в папочке которой у нас появился вот этот линк это ссылка на файл находящийся по папке Darwin вот и собственно на этом на этом наверное все мы готовы запустить нашу программу теперь уже мы можем запустить java hello world и мы видим hello from sea поздравляю вас мои друзья и товарищи мы добились чего хотели чите java будьте молодцами смотрите в сторону других вещей java мир един напоследок хотел бы оставить вам совет не стреляйте себе в ногу избегайте использования нативного кода в java java очень быстрый хороший язык вы можете работать абсолютно с чем угодно даже та же самая критография довольно хороша я уверен что для вашей задачи задачи даже больших компаний она прекрасно подойдет работа даже с графикой прекрасная библиотека libgdx она может вам помочь этим всем воспользоваться вот и небольшой брос небольших два броса это конечно нужно немножко знать английский в принципе здесь очень понятный код это sourcemaking.com очень хорошая вещь design patterns тут есть основные c-паттерны для любого языка вроде как да c-sharp php delphi я уже забыл что такое учил в свое время вот это раз посмотрите полистайте все примеры очень простые и становится более-менее понятно учить их не надо они придут к вами сами с опытом во всех ваших предложениях вы так или иначе их уже используете если вы там в какой-то уровне даже об этом не догадываетесь они не являются каким-то прям священным граалем но они приходят сами к вам но если вы не знаете до возможно вы сможете как-то ускорить свою разработку и улучшить ее и небольшой еще вброс кстати мой гитхаб если вам очень захочется посмотреть там есть в оппозиториях пару интересных вещей которые можно просто посмотреть там даже где-то есть из универа на плюсах что-то интересное и даже небольшая библиотека для графика напишите на плюсах и в конце в конце хотел бы обратить ваше внимание что есть такая вещь как красота это прям реклама реклама смотрите в эту сторону что-то непонятно напишите я думаю там группы контакты мои оставят всегда буду рад кому угодно и чем угодно помочь спасибо вам большое до свидания много чистого кода вам счастливо